Хлебный магазин как место преступления. В Наринмаре избили и ограбили продавца булочной. Нападение произошло утром перед началом рабочего дня. Его остаток женщина провела в хирургическом отделении окружной больницы. Все подробности у Валентины Чебичек. Я вчера вечером заходила, написано по техническим причинам, а почему, не знаю. 1 февраля около 10 часов утра продавец хлебного магазина номер 4 пришла на работу, как обычно, заранее. Закрыла изнутри дверь и стала готовиться к рабочему дню. Тут в двери кто-то постучал. Ожидая свою коллегу, женщина открыла. Мужчина сразу же с криками «Где деньги?» сразу же нанёс ей удар. Ну, вернее, толкнул. Она упала, в результате чего он после чего зашёл в магазин, закрыл за собой дверь и начал наносить ей телесные повреждения, ударяя ей в область лица кулаком. Когда нападающий отвлёкся, женщине удалось открыть дверь и выбежать на улицу. Около магазина никого не оказалось, и она побежала в стоматологию. Там ей оказали первую медицинскую помощь и вызвали полицию. Следственно-оперативная группа по горячим следам установила личность преступника. Им оказался житель посёлка Индиго, 95-го года рождения. В конце января он вышел из мест лишения свободы и успел совершить кражу и вскрыть автомобиль. В хлебном магазине молодой человек похитил из сумки продавца кошелёк с деньгами и ювелирные изделия. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ, а именно разбой. В порядке ст. 91 подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас женщина находится в отделении хирургии, где проходит лечение. По словам главного врача окружной больницы Андрея Дедова, угрозы жизни и здоровью нет. Я могу сказать, что состояние стабильное. Пациентка находится в хирургическом отделении, в реанимацию не поступала. Она пролежит в зависимости от метода лечения, процесса выздоровления, ориентировочного ухода недели. В настоящее время её жизни ничего не угрожает. Состояние её стабильно. Коллеги пострадавшие комментировать произошедшее отказались. Жители города к такому случаю остались неравнодушными. На хлебные, на пати – это вообще кошмар какой-то. Ну, а что по вашим действиям нужно делать, предпринимать, что такого не было? Ух, я думаю, даже магазинчики такие надо оборудовать видеокамерами. И при этом ещё и написать. Чтобы люди знали. Ну да, хотя бы, может, как-то, хоть немножко уменьшить. Мы сюда не так давно приехали, но я думала, в этом городе вообще ничего не происходит. А тут такие какие-то потрясения, то люди пропадают, то теперь хлебный. Если уж, я думаю, такого не дойдёт, но если совсем плохо дело пойдёт, ну, как в Советском Союзе, там всякие патрули, что ли, дежурные. Не знаю, что-то такое, наверное. Что в маленьком городе и среди дня – это очень плохо, конечно. И совести у людей, конечно, побольше им. Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания. После рассмотрения всех обстоятельств преступления, его ждёт наказание в виде лишения свободы. Максимальный срок, который ему грозит – 10 лет. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Роман Делимарский, Телеканал «Север». Роман Делимарский, Телеканал «Север». Роман Делимарский, Телеканал «Север». Роман Делимарский, Телеканал «Север».